Действительно, зачастую люди не спешат обращаться к врачу, переносят болезнь на ногах и предпочитают лечиться народными средствами. А между тем, своевременное обращение в медучреждения позволит избежать тяжелых осложнений при гриппе. Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии начальник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения Елена Сигарева. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. С каждым днем количество вызовов скорой помощи растет. Готовы ли медицинские службы к всплеску заболеваний? Ну, хочется отметить, что рост вызова скорой помощи у нас отмечен небольшой, то есть это примерно 10%. Но изменилась структура вызова скорой медицинской помощи. Примерно сейчас половина всех вызовов приходится на долю заболеваний, верхних дыхательных путей. Это ОРЗ, ОРВИ, как мы обычно говорим, острореспираторные вирусные инфекции, в том числе у нас появился грипп. А какие симптомы должны быть у человека, чтобы он смог обратиться в скорую помощь? Ну, симптомы это обычные, то есть ухудшение состояния, но скорая помощь, на то она и скорая помощь, то он оккупирует действительно серьезные осложнения. То есть если человек на протяжении длительного времени не может справиться с высокой температурой, то есть он принимает препарат, обычно дающий хороший эффект, но у него не получилось снизить температуру, у него выражена головная боль, которая тоже не может быть купирована, у него выражены симптомы интоксикации, это выраженная слабость, выражены боли в мышцах, суставах, и он не может справиться с этой ситуацией, тогда он должен обратиться в скорую помощь. Но при наличии этих симптомов, особенно очень часто у нас заболевание возникает утром, то есть мы ночь переспали, вроде бы какие-то у нас были, вечером нарушение, какое-то недомогание, а утром мы проснулись и понимаем, что либо мы заболели, либо наш ребенок заболел, нам прежде всего требуется вызвать врача на дом. Все-таки скорая помощь, она на той скорой, что уж очень неотложное состояние. То есть есть несколько вариантов, скорая помощь, врач на дом, а в поликлинику можно пройти самостоятельно, или все-таки стоит вызвать? Если все-таки вы подозреваете, что у вас острое заболевание, вызванное вирусом, пускай даже это не грипп, мы не советуем обращаться в поликлинику, мы все-таки советуем вызвать врача на дом, потому что в поликлинике будут люди не только с респираторными инфекциями, но и с другими патологиями, и в том числе выздоравливающие, придя больными, тем более в остром периоде, когда мы наиболее заразны, медицинскую организацию мы подвергаем риску их здоровья. Ну и потом, если у вас выраженная интоксикация, конечно, лучше остаться дома и вызвать врача на дом. А что медики советуют в тех случаях, когда на работе ходит человек и чихает, кашляет, отправить его домой? Да, коллективную солидарность в этом случае надо проявить, приложить максимум усилий, чтобы данный человек пошел домой, потому что он является источником инфекции, никакая даже очень важная работа не может вылечить человека, все-таки он должен пролечиться, чтобы у него не было осложнений, чтобы он в дальнейшем мог плодотворно работать, все-таки он должен сначала уйти домой. А немножко вернемся к случаю диагностирования случаев гриппа в Ненецком округе. Какие симптомы именно соответствуют этому типу вируса? Вообще характерно, его отличие от сезонного гриппа, который у нас обычно бывает, но не вызывает таких серьезных осложнений, как данный вирус, который сейчас у нас циркулирует, это сразу начало температуры, и в очень незначительном количестве случаев мы имеем такой продромальный период, когда у нас появляется следостечение, зуд в носу, легкое недомогание, этот грипп сразу манифестирует о себе, очень часто она уже сразу с кашля начинается, то есть сразу поражает трахеобронхиальное дерево, потому что имеет сродство тканям трахеобронхиального дерева, то есть мы не получим классическую такую картину, будет выражена интоксикация, головная боль, боли в мышцах, суставах, и на фоне совсем небольшого периода болезни сразу появляется кашель. А можно ли привиться от этого типа вируса? Да, мы проводили вакцинацию с сентября по ноябрь 2015 года, и как раз одним из возбудителей, который входил в нашу вакцину, и был возбудитель H1N1, то есть мы его в принципе, и международное сообщество врачей ждало. Появление именно этого гриппа подошел его срок. А как медики относятся к тому, что люди могут носить повязки? Это как-то защищает от инфекций вирусных? Да, безусловно, ношение повязок медицинских, если нет медицинских марлевых, оно предотвращает. Прежде всего предотвращает от распространения вокруг, то есть прежде всего должен позаботиться о состоянии других, тот человек, который заболел. Ну, конечно, если и на вас будет маска, и на мне, то создается механический барьер просто попадания на нашу слизистую возбудителя к нам в организм. То есть это прекрасный положительный эффект дает, но все-таки хуже, чем вакцинация. Елена Ивановна, спасибо большое за интересную беседу. Более полутора тысяч человек посетило Иордань в Крещенскую ночь.